История с цветущим полисадником возле дома номер 4 по улице Ненецкая, о которой мы рассказывали нашим телезрителям ранее, завершена. В том виде, в котором он радовал глаз горожан на протяжении многих лет, его больше нет. Энтузиаст-цветовод потерпела поражение. Тему продолжит Наталья Кислякова. Не так давно наша съемочная группа попыталась разобраться в ситуации и помочь Ирине Алтуховой отстоять право на существование полисадника в самом сердце города. Напомню, участок перед домом номер 4 по улице Ненецкой вот уже 16 лет радовал взор жителей. Ничто, казалось бы, не предвещало беды, но затерявшееся на несколько лет предписание суда в этом году вдруг нашлось. Еще в 2014-м суд обязал мэрию установить тротуар. Бетонные плиты, судя по всему, удалось закупить для него только сейчас. Зеленые насаждения оказались на линии огня нового тротуара. Впрочем, еще на тот момент Ирине, представитель мэрии, пообещал не трогать и ее зеленый уголок. Сегодня приходили представители фирмы, которые будут это делать. Естественно, мы разговаривали на очень повышенных тонах и до хорошего мы ничего не договорились. Люди оказались полностью бездушными. Но потом приехали представители с администрации, Черноусов Александр Владимирович, и сказал, что именно вот эту загородочку, где за забором, оставят живой. Так как здесь многолетние цветы, и, конечно, их захоронить очень жалко. Однако обещания не сдержал, и живой уголок пришлось частично убрать. Три ночи подряд Ирина, не жалея сил, готовила новое место для палисадника и пересаживала растения. Естественно, надежды на то, что они сейчас приживутся, ничтожно мала. Мне обещали всего 40 сантиметров забрать нашей красивой клумбы, но пришлось целый метр убирать. Вот метр мы убрали, остальное все сохранилось. Ирина Алтухова не унывает. Все это время ее поддерживали неравнодушные жители города. Писали, звонили, приходили и предлагали свою помощь. Частично проиграли, да. Частично мы проиграли, потому что я просила перенос всех цветов сделать в сентябре, чтобы не повредить никакие растения. Мне в этом отказали. Сказали, до 20 июля нужно здесь сделать дорожку. Пришлось, естественно, все растения в активном росте выкопать. И, естественно, сохранить их, попытаться хотя бы сохранить, все пересадить. Ирония всей ситуации в том, что по факту бетонных плит не хватило именно на участок, где был палисадник. И если бы Ирине одобрили перенос всех растений в сентябре, то ее цветущий уголок можно было бы спасти. Субтитры создавал DimaTorzok